Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я не хотел снимать видео, но решил все-таки в конце небольшой такой обзорчик сделать. Не то что обзор, тут такой у меня новый ракурс. Я пробую через двойную камеру, через телефон. Просто я сегодня утром делал видео на TikTok. У меня есть там небольшой канал, рассказываю обзоры, также работаю. То же самое, что и здесь, только в маленьких объемах. Ссылка будет под описанием видео. Он рассказывал, что Бюргагель наконец-то приняли, его хотели еще раньше принять, но там были проблемы с оппозиционными партиями. Они сказали нет. Короче, две недели мурыжили, мурыжили. Наконец-то они все-таки договорились за под... Почему под? Неправильно. За закрытыми дверями. У них там было пару пунктов, где они все-таки сошлись. И конкретно, не буду вам рассказывать все эти подробности, они вам не интересны. Если хотите, заходите на канал, там есть видео на эту тему. Главное, что 50 евро на человека с 1 января будут получать безработных. То есть, особенно одного человека на 50 евро больше. Так вот, я выпустил видосик в TikTok. Люди посмотрели, многие написали комментарии. Люди работают, пишут, говорят, блин, ну несправедливо, Андрей. Мы работаем, не можем денег накопить. Люди, которые безработные, им еще денег с 1 января больше будут давать. Нам никто зарплаты не цента накинул, добавил. Понимаете? Они просто немножечко, даже не немножко, они просто злые. Не на тех людей, которые безработные, они же не виноваты. А на саму систему, потому что ты работаешь, инфляция растет больше 10%. Цены растут, а зарплату-то тебе никто не поднимает. Ты должен в 3 дорого за свет платить, за продукты питания. А все остается, твоя зарплата на 10-летней давности. Я тоже к шефу подходил пару недель назад. Я говорю, шеф, ты же видишь, инфляция туда-сюда, как бы это есть. Какие-то намеки, что зарплата поднимется. Он говорит, да, Андрей, я понимаю твои опасения, но я буду разговаривать, так как он работает на большую фирму, завод, я хотел сказать. Фирма, которая занимается цементом, бетоном, и он получает от нее за перевезенные кубики. И он хочет, чтобы они подняли цену. Он говорит, если мне поднимут цену, ты получишь с этого процент. Когда это будет, не знаю, даже я не знаю, и он сам не знает. Он ведет переговоры. Ну, хоть как-то есть, да, какие-то такие сподвижки. А многие люди просто работают на частников. У них нет вообще, у них шансов нет, чтобы пойти к частнику, сказать, типа, я хочу получить чуть больше зарплаты. Он скажет, не нравится, иди, гуляй, Вася. Нравится, работай, но не проси. Потому что не у всех есть профсоюзы. Профсоюз это вообще отличная такая организация внутри фирмы, да. Вы создаете свой профсоюз, это большие фирмы, где профсоюз за вас может говорить с начальством. Они могут это все делать правильно, с юридической точки. А так, когда много частников здесь, у них нету никаких прав. А те, кто работает на государственные фирмы, чиновники, пожарники, полиция, т.д. и все остальные прочие, они, конечно, получают надбавки. Они пойдут там немножечко плакатами потрясут, им там 5-10% надбавят. И вот простые люди мне пишут, что да, я понимаю, что цены растут, да, надо поднимать пособие по безработице. Ну, просто они видят, что даже тем подняли, а нам не поднимают. И вот получается так, что люди просто, ну, у них нету выхода, они привыкли работать, они не смогут сидеть. Вот меня сейчас посади безработным, да, кажется, вот легко сел. Вот зимой, да, вот работы мало бывает, у меня там отпуск, еще переработки есть, да, там, недели 4-6. Я могу дома сидеть. Грубо говоря, могу сидеть, ну, месяц или два даже за счет своих переработанных часов как бы у меня сохраняется. Ну, мне же скучно становится, я не знаю, чем заняться, зимой холодно, выйти некуда, даже на дачу не съездить, да, мороз там или еще что-то. Думаешь, блин, как люди годами сидят без работы, ищешь уже себе работу, там уже что-то сделаешь, дома уже, не знаю, там, тяжело. Это надо привыкнуть к этому, чтобы у тебя стиль жизни был, наверное, чтобы ты на чиле как-то там проснулся, кофе попил часов в 12, вышел в окошко посмотрел, телевизор включил. У тебя еще спутниковая какая-нибудь антенна есть, там, русские каналы или еще какие-нибудь. Короче, это не для каждого, я вам скажу. Я в своей жизни был безработным, ну, недолго. Я был безработным, когда только права сделал, там, может быть, пару месяцев, полгода. И то я так, безработным был просто официально, так я работу искал, где-то подрабатывал, в принципе. В 2008 году был кризис, я работал также на одну логистику. У меня был большой грузовик плюс прицеп. Возил я вексельбрюки, контейнера большие, съемочные напитки возил. И тогда фирма обанкротилась. И то я сразу, как-то так получилось, что через знакомого я попал на бетон. То есть меня оттуда, как фирма уволила, не уволила, а обанкротилась, правильно сказать. Потому что там три месяца мы получали от города зарплату, потому что у фирмы не было денег на это. И я сразу перешел, то есть я не сидел дома. То есть это, мне кажется, надо быть таким человеком, чтобы тебе все устраивало. Там небольшая денежная компенсация, да, вот это пособие. И ты сидишь, и ты ничего не делаешь, тебе ничего не охота. Таких сейчас 5 миллионов в Германии, где-то 4-5 миллионов безработных. Из них, я уже говорил, да, 50% иностранцев, которые, ну, наверное, не адаптировались в Германии или просто не хорошо знают немецкий язык, хотя и без языка много работают. И вот как-то так, такой небольшой обзор, что я понимаю, что люди работают из-за маленьких денег, потому что мне много писали в комментариях в России, маленькие зарплаты на Украине. Вообще там у меня подписчики водителем работают, так же, как и я, на бетоне. И кто-то возит товары первой необходимости, и это все оплачивается очень низко. В Беларуси также маленькие зарплаты. Это я все понимаю, но они работают, мы работаем, потому что мы так привыкли работать. Мы не привыкли дома сидеть. А посмотришь, здесь 5 миллионов дома сидят. Чем они там занимаются, я вам сказать не могу. Ну, на стройке вы сами видели, я уже не раз об этом говорил, что людей не хватает. За счет чего сейчас в Германии выезжает, это за счет иностранцев. Потому что те же румыны, поляки, которые приезжают сюда работать, они рады работать. Потому что тут хоть им платят маленькую зарплату, но по сравнению с той же Румынией или Болгарией, эта зарплата в два раза больше, чем у себя на родине. И они готовы. Но опять же, они готовы работать. Но как они будут работать? Качество работы, оно, конечно, не сравнить с тем качеством, если бы те же люди, немцы, выучили здесь или работали. Потому что раньше делали на стройке, любой строитель, он должен был окончить какой-то вуз. Два года, три года, тут же по бетону, чтобы он знал, с каким материалом работать, что можно добавлять, что нельзя, понимаете. И я когда приезжал, и еще тогда лет 5-7 назад были стройки, где работали немецкие фирмы, мне говорили, Андрей, у нас не хватает студентов. Никто не хочет идти, потому что все хотят сидеть в кабинете, на компьютере сидеть, печатать. Вот что он сигналит, кому он сигналит. Что они хотят только на компьютере печатать, и никто не хочет работать на стройке. Мы даже, говорит, предлагаем студентам, если у вас нету прав, мы вам права оплатим, понимаете. Это 5-7 тысяч евро права стоит на легковую машину, лишь бы вы у нас учились. То есть фирма обучает и оплачивает права студентам. Но никто не хочет идти. Вот в чем вопрос. Потому что наша молодежь, она не привыкла работать физически, я скажу вам. Это самое такое большое, что они могут где-нибудь топ-менеджерам, я не знаю, IT-бирать, то есть на компьютере где-то, на стройках иностранцев работают. Вот за счет этого пока Германия выползает. Так что такой у меня опять обзор получился. Я тут ползу потихонечку, машин много сейчас, все с работы едут. Сейчас еду по улице, где продают слева-справа автосалоны, машины стоят красивые, цены несколько раз выросли. Реально цены сейчас на машины тоже. Ты только удивляешься. Откуда у людей еще деньги есть покупать машины, дома? Хотя все выросло на 50% доходя. Я не спорю, ребята, с вами есть много русскоговорящих в Германии, которые приехали сюда рано, выучились, получили институт, получили, выучились и получили хорошее образование, скажем так. У них хорошая работа, у них хорошая зарплата. Но опять же, давайте скажем так, что им повезло, потому что их привезли родители. А вот те родители, которые привезли этих детей, они работали ради своих детей на низкооплачиваемой работе, потому что они приехали ради детей, они дали будущее своим детям. Потому что теперь эти дети выросли, работают в хорошей фирме, получают хорошие деньги. Также у нас, нас привезли родители моей жены, и они также в 40 лет приехали в Германию, немецкие практически не знали, ну что там диалект совсем отличается от немецкого. И работали, можно сказать, разнорабочими. И таких людей много. У них сейчас маленькая зарплата, конечно, и пенсия будет тоже небольшая. А много, да, много русской молодежи, русскоговорящей молодежи, которые выучились и получают хорошие деньги. И для них это не кризис, потому что, ну извините, если у тебя 4-5 тысяч евро, то ты не сильно будешь ощущать на себе кризис по сравнению с теми, кто получает 1,5-2 тысячи. И они могут мне написать комментарии. Слушай, Андрю, что ты тут пургу гонишь? Нормально, у нас все хорошо. Кризиса нет. У меня там гараж, две машины стоят, дом свой есть. Я покупаю все продукты, которые я хочу. А ты тут про какие-то кризисные дела рассказываешь, про безработицу, про какие-то... А другой человек мне напишет, блин, я 1,5 штуки получаю. Теперь люди будут получать бюрга гельт, им будут оплачивать квартиру, а я с этих 1,5 тысяч должен заплатить за квартиру тысячу. У меня останется 500 евро. В итоге у меня получается меньше, чем у тех, кто будет получать бюрга гельт. Вот эти по безработице. То есть тут есть и те люди, и есть и те. Но я все-таки делаю видео, стараюсь для всех делать. Потому что... Вы сами понимаете. Как многие пишут в комментариях, кто на кого учился, да, но вы сами знаете, что бывает жизненное обстоятельство, как вот русские немцы, которые приехали сюда. Это я вам уже, наверное, рассказывал. Нет, у меня есть знакомый. Он с Украины, дедушка, но он еще работает. Он был магистром, или правильно, в институте преподавал. То есть ученая степень, понимаете. И он сюда приехал ради своих детей, чтобы дети выучились, выросли, получили образование. Он работает простым на стройке, принимает бетон, пробы делает. То есть лаборант. Ну, это обычно такая работа, не средняя такая специальная, считается, в Германии. А там он был профессором. И, конечно, у него не сравнить зарплату, сколько он получает, и сколько получают немецкие профессора, если вот так по своей сопоставить. Так что, ребятушки, опять такой обзор длинный вышел наш на 13 минут. Я еще не доехал. Мне еще минут 10 ехать, потом машину мыть. Ну, вот решил поговорить. Да, насчет стрима скоро будет. Я не знаю, когда именно. Думаю, в декабре, уже конец ноября. На выходных я сделаю с Серегой или один, посмотрим, как получится. Отвечу на ваши вопросы про образование, про... Поговорим. Проговорим или поговорим. Про работу, про жизнь, про цены. И на ваши вопросы буду отвечать. Так что ждите. Я сделаю заранее, конечно, напишу, когда это будет. И вы уже сможете подготовиться с вопросиками. Сидеть будете писать. Я буду отвечать на ваши вопросы. Так что, ладно, друзья, давайте хороших вам выходных. Потому что завтра пятница. Чемпионат мира я еще даже не посмотрел ни одной игры. Надеюсь, посмотрю на выходных. Так что все. Хороших выходных. С вами был Андрей. Подписываемся. Пишем свои комментарии, как всегда. Всем хорошего настроения желаю я. Всем пока.